Доброе утро! Мы продолжаем, продолжаем это утро уже с нашим гостем, но для начала, напомню, с сентября стартовал прием заявок на участие в областном общественном конкурсе «Общественное признание». Кто может участвовать в этом, кто может выдвинуться или выдвигают на участие, и вообще какие есть там категории и номинации, об этом предлагаю как раз и поговорить этим утром. Да, и сегодня у нас в гостях Аида Аркадьевна Додонова, руководитель Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области. Доброе утро! Здравствуйте! Что же это за такое вот общественное признание? Кого мы признаем? Ну, вообще говоря, конкурс этот проводится Общественной палатой Ульяновской области. В этом году он будет проходить 16-й раз, и, соответственно, в рамках конкурса чествуются и награждаются те, кто так или иначе вносит существенный вклад в развитие гражданского общества, как физические лица, так и организации. То есть, по сути, участниками могут быть и люди, и организации, так или иначе влияющие на развитие гражданского общества. Да, вы правильно сказали, с 16 сентября стартовал прием заявок, продлится он до 31 октября. Соответственно, потом информацию о всех участниках будут рассматривать эксперты, которые являются членами Общественной палаты, и параллельно будет проходить за участников интернет-голосование, опять же, на сайте Общественной палаты. То есть, каждый участник может привлечь внимание к себе и попросить проголосовать за него или за коллегу, или за друзей, и так далее. И вот получается, что из этих двух оценок, которые получатся по итогам интернет-голосования, и ту, которую поставят эксперты, вот из этих двух оценок будет складываться в итоге рейтинг, и будут определяться победители по номинациям. Собственно, про номинации. Девять всего номинаций в конкурсе. Четыре номинации для юридических лиц и пять номинаций для физических лиц. Для юридических лиц это такие номинации, как НКО года, да, то есть выбирается... В конкурсе, в номинацию эту может подавать заявку НКО, которая достаточно давно работает в этом секторе, в своем направлении. Сделала очень много хороших, полезных дел для своих благополучателей. Вторая номинация это дебют года. Она была введена не так давно, то есть не с самого начала конкурса. Для тех организаций, которые зарегистрированы, существуют не очень давно, но от полугода, да, и до трех. Но тем не менее, они действуют, например, на какой-то своей небольшой территории, работают с небольшой целевой группой, но тоже сделали очень много интересного, полезного. Да, потому что, например, они маленькие, да, но им сложно конкурировать, например, с какими-то крупными организациями, которые давно работают уже на территории региона. Третья номинация для юридических лиц это лучшая сельская НКО. То есть она была тоже специально выделена для того, чтобы, опять же, дать шанс некоммерческим организациям, которые работают в муниципальных образованиях, и они тоже не всегда бывают какими-то большими, но тем не менее они делают очень интересные и важные дела для своих жителей. Вот в этой номинации могут участвовать такие организации. И четвертая номинация это социально ответственный бизнес. То есть для тех предприятий, для организаций малого и среднего бизнеса, да, которые либо делают что-то хорошее социальное для своих сотрудников, да, какие-то программы у них есть интересные социальные, либо они делают это в рамках своих каких-то благотворительных программ тоже для жителей нашего региона. А можно вопрос? А как будет проходить, так сказать, судейство, выбирать, кто лучше, кто достоин как бы этого звания? Просто организации разные, разные люди, разные возможности, финансовые, физические. То есть как будет происходить отбор? Ну вот смотрите... Ну можно сказать даже вот слазь на прошлые годы, на прошлые, так сказать, конкурсы. То есть рассматривают, все заявки рассматривают эксперты конкурса, которые являются членами палаты нашего региона. Соответственно, есть критерии, да, по которым они оценивают эти заявки. Это информация совершенно открытая по критериям. Она вся размещена на сайте общественной палаты. Любой желающий, который захочет участвовать, может посмотреть и понять, как его будут оценивать, да, в любом случае. То есть это не секрет никакой. Вот. И для этого, ну чтобы... Если они хотят показать себя там с хорошей стороны и получить больше баллов, соответственно, нужно просто грамотно заполнить форму заявки, да, указав какие-то значимые дела, которые были ими совершены, да, либо организацией, либо человеком, который выдвигается. Вот. Какие-то награды, дипломы при этом, там, благодарственные письма. Стоит ли прилагать? Конечно, да. Это является одним из условий участия, когда человек подтверждает свои дела, хорошие, полезные дела. За последние два года, получается, 23 и 24, нужно приложить какие-то благодарственные письма, отзывы благополучателей, да, с которыми там либо человек сотрудничал, либо организация сотрудничала. Эти отзывы в письменном варианте или это может быть просто скриншот, если когда... Это тоже, да, принимается, потому что заявка принимается и в печатном, и в электронном виде, соответственно, и скриншоты тоже принимаются. Единственное, конечно, на скриншоте должно быть понятно, кому она адресована, да. И от кого. Не просто какое-то абстрактное. Ну, то есть это не такая тяжёлая процедура, потому что мы сейчас перейдём к физикам, к физикам, хотелось бы сказать, чизлицам, да. И он может сказать, боже мой, но если у большой организации есть там какая-то кадровая служба, которая может помочь с бумажками, здесь же мне сколько заполнять? Как? А если у меня ни одного благодарственного письма, ну, огромное количество людей, ну, не огромное, которые даже... Ну, если есть устных, всегда можно попросить. Слушай, столько с собой... Да, напиши, пожалуйста. И если он отправит какие-то, может быть, в социальных сетях размести, да, пост благодарности, это можно приложить? Да, конечно, да. То есть в рукописном варианте эти отзывы тоже принимаются, в виде скриншотов тоже принимаются, соответственно. То есть на самом деле форма заявки там достаточно простая, не так много пунктов. Вот. Но самое важное, что указать, то есть какие там, не знаю, благотворительные программы были совершены там той или иной организацией или человеком, какие достижения, да, были в рамках этой программы, потому что же важно показать и результат тоже, как он повлиял там на тех или иных людей. Вот. Возможно показать, какие были для этого привлечены ресурсы. То есть если они были, ну, кто-то, может быть, да, помогал какими-то, не обязательно деньгами, да, какими-то другими ресурсами, не знаю, там, транспортом каким-то, специалистами какими-то помогал, еще какими-то ресурсами те или иными. Ну и вот, собственно говоря, предложить отзывы, да, и благодарности от тех людей, которые вот так или иначе принимали участие в мероприятиях этой организации, да, или в каком-то проекте они принимали участие, которое эта организация реализовывала. Когда говорим о физических лицах, скажем так. О физических лицах пять номинаций. То есть первое самое важное, это, конечно, лидер НКО года, да, выбирается. Такой самый, скажем так, продвинутый, да, человек, который много сделал, да, для региона в течение вот этих последних двух лет. Может быть, он не так часто, ну, там... Не медийный, не так часто... Да, не так часто где-то мы его видели, да, но тем не менее он много делал для своей территории, да. И там, например, либо он сам, либо люди, для которых он работал, его выдвинули, да, на эту номинацию. То есть можно... Есть два варианта, как можно заявиться о себе на конкурс. Это либо ты сам можешь на себя заполнить заявку, либо кто-то может тебя порекомендовать для участия в конкурсе. Но, конечно, согласие, да, так, чтобы человек знал, что его заявили, да, не просто так. Вот. А вторая номинация – доброволец года. То есть награждаются, рассматриваются заявки тех людей, которые совершали какие-то добровольческие благотворительные действия не в рамках, опять же, своей основной работы, да, а когда у них для этого было время, желание, возможности. То есть у нас были такие номинанты, которые, например, там, работали в одном месте да, благотворительностью и добровольчеством, занимались, помогали там бездомным животным, да, помогали в тех же медицинских учреждениях, да, там, собирали какие-то, какую-то гуманитарную помощь на своих территориях. Другими словами, используя свое свободное время для благотворительного. Да, свой ресурс какой-то для того, чтобы сделать какое-то доброе дело. Третья номинация – это благотворитель года. То есть это для тех людей, которые каким-то образом, там, возможно, финансировали, да, какие-то мероприятия, проекты, программы, либо сами их инициировали, выступая в качестве таких меценатов. Вот я хотела только уточнить, у меня сразу в голове всплывает несколько фамилий, у нас и гостями в студии они были. Если человек объединял, ну, представим так, Тимуровцев объединял вокруг себя людей, которые как раз финансово собирались и помогали одному человеку, второму, третьему. Руководитель вот этой организации, просто частное лицо, она может выдвигаться как доброволец или все-таки как благотворитель? Потому что они, ну, собирали вещи многодетным детям, покупали бабушкам, дедушкам, когда там горели чайники, даже элементарно вот чайники какие-то. Но она была не одна, их огромное количество, этих людей. Ну, это может быть группа вот эта вот инициативная, может выдвинуть вот этого инициатора, который объединил их всех, да, и выдвинуть его вот на эту номинацию как благотворитель. Благотворитель, да. Четвёртая номинация – это просветитель года. Для тех лиц, которые пропагандируют какие-то ценности, да, традиционные, духовно-нравственные, гражданско-патриотические, да, тоже, опять же, на добровольной основе, там, приезжая куда-то, проводя какие-то интересные занятия, да, опять же, не в рамках своей основной деятельности занимаясь вот этим. А кто-то пишет какие-то статьи, какие-то книги, да, в этом направлении, тоже вот можно заявиться, участвовать в этой номинации. И пятое – это журналист года. Да, для ваших коллег, собственно говоря. Самая интересная номинация. Да, кстати, ваши коллеги участвовали у нас. Вот, то есть это для тех журналистов, которые на протяжении вот этих двух лет рассказывали о, в своих программах, о каких-то интересных проектах, которые были реализованы на территории нашего региона, о каких-то известных личностях, да, которые занимаются, опять же, той же благотворительностью или добровольчеством. То есть для тех, там, или для тех, кто работает на радио, ведет какие-то передачи, да, и рассказывает вот о мире НКО и вообще развитии гражданского общества. То есть вот эти пять номинаций для физических лиц, собственно говоря. Как подать заявку? Куда бежать или можно сделать все в электронном виде? Можно, да, все в электронном виде. На сайте Общественной палаты Ульяновской области на главной странице есть информация о том, что идет сейчас прием заявок на конкурс. И, соответственно, там есть вся основная информация и по номинациям, по условиям участия. Там есть все формы заявок, потому что, соответственно, для каждой номинации своя форма заявки. Какие документы нужно еще дополнительно приложить к заявке для того, чтобы ее приняли. А если человек хочет участвовать и в одной номинации, и говорит, и я бы ко второй подошел, может быть, даже и в третьем бы заявился. Одна заявка принимается. Ну, то есть, например, если физическое лицо участвует, оно может подать только на одну номинацию для физлиц. Но если, например, он работает в какой-то организации, организация, в которой он работает, тоже может принимать участие в конкурсе, но в номинации для юридических лиц. Это не запрещено. Ну, конкурс такой долгожитель, 16 лет. Как думаете, в чем же его такая основа, что он действительно живет и действительно каждый год открывает новые лица? Вот, наверное, поэтому он настолько... Ну, вообще, на самом деле, да. Каждый год нам интересно, что появляются новые участники. Ну, понятно, что из тех, кого мы знаем, да, ну, например, там, в те годы они не участвовали, может быть, они не чувствовали уверенности, может быть, у них не было достаточно там каких-то проектов, программ, которые можно было показать, да, для того, чтобы их правильно оценили. Ну, наверное, сейчас вообще вот такие вот конкурсы, к ним тоже такое пристальное внимание, когда призом является не денежная какая-то, да, форма признания, там, понятно, это благодарственное письмо от Общественной палаты Ульяновской области, победители все получают, а участники получают диплом номинанта. Ну, во-первых, и на уровне Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации точно так же проводятся подобные конкурсы, да, когда, ну, понятно, там, организации со всей страны заявляются для того, чтобы рассказать, показать, что они делают. На самом деле, это возможность для организации заявить о себе, да, потому что, понятно, что не все о себе рассказывают в медийном пространстве, не у всех есть возможность, там, рассказать о себе на большую аудиторию, да, и даже если у них есть соцсети, есть сайты. А здесь вот, благодаря тому, что есть еще интернет-голосование за каждого участника, да, можно вот людей из других регионов, в том числе, да, привлечь, если организация, например, с ними сотрудничала в рамках каких-то проектов, да, привлечь внимание и вот показать, рассказать о себе. Плюс еще в том, что... Можно найти, я так понимаю, коллег, то есть кто придет, то есть поможет, либо поможет организации дальше продвигать свою деятельность, либо также присоединиться к этому. Да, 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 если, например, организации потом участвуют в каких-то конкурсах, да, там, пишут заявки на конкурсы, это что же они там в своих сведениях указывают, что они были, например, там, победители конкурса «Общественное признание региона», да, ну, а самое приятное в этом всем, это итог. Знаете, когда видишь о том, сколько людей занимаются потрясающе полезными, интересными делами, хочешь сказать, так, а почему я стою в стороне? Мне тоже это под силу, как и руководителю большого крупного завода, как и просто рядовому горожанину, который может сам кому-то что-то помочь, и вот услышал, и думает, ну, я так могу. Спасибо вам огромное за утреннюю беседу. Регистрация продолжается, есть еще целый месяц. В общем, все, кто видит, верит в себя, видит в себе силы, не стесняйтесь, заявляйтесь. А если вы знаете про соседа чуть больше, то, может быть, действительно напишите за него заявку, пусть о нем знает как минимум наш регион. Спасибо большое. А я напомню нашим телезрителям, что в гостях сегодня у нас была Аида Аркадьевна Додонова, руководитель Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области. Ну, а мы двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!